Всем доброго времени суток! Очередной правовой ликбез вас уже давно заждался. Сегодня мы разговариваем по поводу расписок. Итак, друзья, как часто вам пишут расписки? И как часто суд взыскивает по таким распискам ваши деньги? По нашей практике довольно часто. Но случается и такое, когда человек написал вам расписку, не признал факт ее существования. Провели экспертизу и, о чудо, эта расписка написана не рукой самого должника. Как такое могло произойти? Можно ли после этого верить экспертам? И как добиваться справедливого решения по таким делам? Разбираем сегодня в этом видео. Поехали! Мы привыкли считать, что эксперт независим и обладает специальными познаниями, а также чист на руку. Но, как показала практика, это мнение ошибочно. Итак, наш друг Достан рассказал, что, решив сделать ремонт в своей новой квартире, стал искать рабочих. Тут к нему откликнулась компания «Дорстройкомплект» в лице некой гумировой Оксаны. Как окажется позже, компания признает себя жертвой обмана и все свалит на гумирову, которая, тогда еще пообещав Достану сделать ремонт, получила деньги. И дальше, как по классике, ни ремонта, ни денег Достан больше не увидел. В суде над этой компанией Гумировой проведена экспертиза и действительно выявлено, что печать в этом договоре не принадлежит компании «Дорстройкомплект», а нашу мадам они знают как бывшего бухгалтера. Мутная история, не правда ли? Жульем допустим, надо бороться. Ну да ладно. Гумирова до суда успела написать расписку «Нашему клиенту Достану» и пообещала все вернуть и поставить в кратчайший срок. Ну и суд, долго как бы не заморачиваясь, взыскал эту задолженность не с компанией, а с самой гумировой. Ну а чего? Долг он и в Африке долг. Ты чувствуешь? Что? По-моему, запах мошенничества. Да. Решение суда не вступило в законную силу. Наша мадам пошла ва-банк и обратилась с апелляционной жалобой в суд. Туда предоставляет заключение экспертизы, в которой указано, что текст, начинающийся и заканчивающийся словами Курманову от Гумировой, расписка «Я Гумирова» 31 января 2019 года выполнен не Гумировой, а другим лицом. Подпись от имени Гумировой, расположенная в расписке, выполнена не Гумировой, а другим лицом. Вот тебе на... А теперь, друзья, главное. Увы, бывает и так, что иногда суд читает только выводы заключения эксперта. Мы же, в свою очередь, читаем ее полностью. Где суть заключается, что в синтезирующей части при исследовании почерка по письменной расписке эксперт Аугабаева установила, что наклон левый, а в экспериментальных образцах почерка Гумировой наклон правый. Это означает, друзья, что расписка была написана правой рукой, а экспериментальные образцы, с чем сравнивает эксперт, написаны левой рукой. Вот с таким успехом мы можем любой мой текст признать написанным не моей рукой. То есть, условно, всю свою сознательную жизнь я раздаю подписи правой рукой, а когда касается дела, я скажу, что я левша. Снова попахивает каким-то обманом, не правда ли? Но уже на этот раз не только Гумировой. Кстати, закон все эти вещи давно уже пресек. Согласно пункта 46 правил организации производства судебных экспертиз и исследований, утвержденного приказом министра юстиции от 27 апреля 2017 года за номером 484, при наличии данных об исполнении текста левой рукой, кроме образцов, исполненных правой рукой, необходимо отбирать образцы, исполненные левой рукой. Если лицо, назначавшее экспертизу, располагает данными о том, что исследуемый документ исполнен в каких-то необычных условиях, например, неудобное расположение пишущей руки, движущего транспорта и тому подобное, необходимо отбирать образцы в аналогичных условиях, и об этом необходимо сообщать эксперту. Кроме того, согласно методике судебно-почерковедческой экспертизы, свободные образцы должны соответствовать исследуемому документу по ряду характеристик. Они должны быть близки по времени составления, одинаковы по форме и содержанию, выполненными аналогичными пишущими приборами на однотипной бумаге. Как мы видим, эксперт Агубаева, получившая лицензию в городе Караганда, допустила ряд нарушений, которые установил суд. Гумирова письменную расписку написала в салоне автомашины, а экспериментальные образцы подписи Гумировой отобраны не в салоне автомашины, то есть не соблюдено правило отбирания образцов в аналогичных условиях при неудобном расположении пишущей руки. При исследовании почерка по письменной расписке суд установил, что наклон левый, в экспериментальных образцах почерка Гумировой наклон правый. При исследовании подписи Гумировой в качестве свободных образцов приняты 9 документов за 2012-2013 года. Таким образом, они не близки по времени с подписью в письменной расписке. В итоге суд, руководствуясь частью 7 статьи 92 Гражданского процессуального кодекса, установил, что заключение эксперта не является обязательным для суда, в связи с чем коллегия постановила решение Есейского районного суда города Нур-Султан без изменения, апелляционную жалобу ответчика Гумировой без удовлетворения. Это означает, друзья, что если вовремя указать на недостатки этой экспертизы, то суд может бортануть это заключение и взыскать деньги по справедливости. Но как же быть с нерадивым экспертом? Есть ощущение того, что его даже не накажут. И вот вам пример. Центральный институт судебной экспертизы выявил нарушения, которые выразились в отрыве недостающего текста. Да, ими выявлены технические ошибки на страницах, где предложения предоставлены незаконченными. Однако, это ошибки, по мнению директора Гаурьева, не влияют на результаты исследования и достоверность выводов. То есть, сегодня казахстанским экспертам разрешено плевать на закон и всевозможные правила. Вот откуда у нас будет справедливый Казахстан, если у нас кончена экспертиза? Безнаказанность порождает преступление. А ответственность, задачу заведомо ложного заключения, эксперты, скорее всего, не понесут. Складывается впечатление, что статья эта нерабочая и существует лишь для галочки. Вот так вот, друзья. Держите нос по ветру вместе с диктатурой закона. Подпишись на канал, чтобы не пропустить наши выпуски. И даже если завтра нас жахнет Казахстан, у нас все равно будет возможность публиковать новый формат. Всем огромной удачи. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok